Друзья, я вас приветствую на канале Сложено просто, меня зовут Сергей. Сегодня мы снова будем делать каталог товаров по версии 2023 года на новых технологиях, на новых паттернах, на модных с использованием новых пакетов, новых подходов и так далее. Предыдущая версия 2019 года также остается доступна в общем-то. Вы можете посмотреть, как это было сделано. А также можете посмотреть работу над ошибками, где я объясняю, что можно было сделать по-другому и, собственно говоря, в этой версии 2023 года мы эти ошибки пытаемся исправить. Ну и хочется сказать, что сегодня будем заниматься сущностью продукт. Мы сегодня будем ее создавать и для этого нам потребуется пару методов. То есть, смотрите, на самом деле давайте переключаться в Visual Studio. А перед тем, как переключаться, я вам напоминаю, что подпишитесь на канал и не пропустите видео. Ну, в общем, вы и так все прекрасно знаете. Переключаемся в Visual Studio и начнем анализировать существующий код, чтобы решить, что делать дальше. Друзья, давайте начнем с того, что у нас есть некое техническое задание. Я, правда, придумал сам, но тем не менее я буду делать комментарии. А вы, собственно говоря, пожалуйста, если вам не нравится, перематывайте. Итак, смотрите, у нас есть некая ТЗ, в котором написано черным по белому, вернее, белым по черному, что у нас есть сущность продукт, у которой есть определенные там, я не знаю, свойства, которые должна делать некоторые методы. И один из них метод Create. И здесь есть несколько вариантов реализации. в частности, можно сделать для причем об этом. У нас будет, например, метод Create, который вот я в прошлый раз создал. Вот этот вот Create.Product, и в нем мы должны принимать вот этот самый продукт Create.ViewModel, который каким-то образом должен наполняться. Для того, чтобы его наполнить, нужно определить, что мы можем давать пользователю на создание. Итак, есть сущность продукта, у которой есть определенные свойства, которые пользователь должен заполнить. Name, Description, Категория 1. Категории просто — это свойство навигации не должен заполнять. Price — да. Review — это свойство навигации не должен. Теги — должен, но своеобразным образом. И мы решили, что при создании продукта visible не указывается, то есть false. И при редактировании можно будет включить товар. Если же посмотреть, что я добавил в Product Create.VModel, это те самые поля, которые пользователь должен ввести. И от всего возникает вопрос, где разработчик фронт-энда возьмет эту самую категорию ID. То есть из какого списка будет выбирать самый пользователь, который будет создавать этот продукт. Два варианта. У нас есть Endpoint и категории. Первый — это взять GetAll, собственно говоря. То есть разработчику фронт-энду придется сходить в другой, собственно говоря, Endpoint, взять все категории, вывести их на UI. Пользователь кликнет на конкретный, разработчик фронт-энда добавит. Другими словами, смотрите, можно еще сделать по-другому. То есть непосредственно в этом Product Create.VModel выдать именно те категории, из которых можно выбирать. То есть не нужно будет делать дополнительный метод, а этот метод будет внутри так называемого вертикального так называемого реквеста, который будет сам в себя включать все, что нужно. И я буду выполнять реализацию по второму способу и для этого мне нужно написать здесь Public, здесь я должен написать какой-нибудь лист и это будет категория ViewModel. Мне нужно также в категории ViewModel превратить эти категории, которые буду выдавать. Ну и соответственно, давайте категории YesWay создать. И надо сказать, что мне его не нужно обратно собирать на UI. Я здесь поставлю такую штуку, как он Bind, по-моему, да. То есть я буду только давать на UI, а обратно мне получать его не нужно, но зато из этого списка, то есть в этом ViewModel у меня будет информация для того, чтобы получить те самые категории ID, тот самый один единственный, который пользователь выберет из этого списка. И здесь у меня есть как раз ID. Теоретически можно сюда создать и другой ViewModel. Допустим, у меня модель была бы немножко посложнее, и мне здесь, по идее, нужно так называемый LookUp, то есть ID и Name. Но я не буду этого делать, но тем не менее. Если бы у меня категория имела в категории ViewModel, было бы очень много полей, то я бы выбрал непосредственно только то, что нужно отборить пользователю в конкретном контексте. Ну и для того, чтобы дальше эта штука заработала, соответственно, мне нужно создать не только, где он, Create, вот он, Product, Create, ViewModel. То есть у меня, по идее, должен быть какой-то метод пост, где уже пользователь непосредственно заполнит поля, то есть отправит мне все данные для его, в общем-то, сохранения базу данных. Также мне нужно еще и другой, который называется Get, то есть это та страница, то есть тот ViewModel, на который пользователь будет заполнять форму, и вот этот предзаполненный Product Create ViewModel будет, в общем-то, выдан на эту страницу, из которой пользователь из категории выберет нужные свойства категории и заполнит остальные поля, нажимаем сохранить и попадет в этот метод. Вот таким вот образом я буду делать и для того, чтобы этот метод был, мне соответственно его нужно создать. У меня есть Product Create Model, пост, давайте еще один создадим, пусть будет метод Get, и соответственно нужно его создать. Так, это метод у меня, пост, и он у меня будет дублироваться. Ну, давайте я тогда вот таким вот образом создам, это будет, ну, пусть так и называется, Get, Get for Create какой-нибудь, собственно, и он будет здесь Get for Create, опять же называть можно, собственно, как вам угодно, здесь будет пост, и, собственно, это будет подчеркивать то, что у меня конкретная операция будет делать. Итак, мне нужно сначала сделать метод, который будет выдавать наружу пост Create Model, соответственно, здесь я его получать не буду, у меня уже здесь только медиатор и контекст, и здесь, в общем-то, мне потребуется какая-то реализация, ну, я буду делать, так называемый, пост, вернее, Get, так, у меня почему-то в продуктах по категории, да, давайте переименуем его для начала, чтобы он для них буду. Еще раз. Вот так. И теперь я хочу здесь создать, ну, давайте вот так вот, Ctrl, C, Ctrl, V, открою этот файл, и здесь напишу Product Get for Create Request, вот таким вот образом, и мне здесь единственное, что нужно, опять же, пользователя, потому что мне нужно определить, есть ли, ну, то есть, возможно, потребуется определить какие-то роли пользователя для того, чтобы выдать ему нужный список категорий, ну, как вариант. Давайте оставим пользователя, пусть он будет, ну, а здесь, соответственно, вот, я что-то не то скопирую, Ctrl, C, Ctrl, V, и здесь я тоже сделаю по-постому, вот таким вот образом скопирую. Ну, и, в общем-то, здесь ничего сложного, теоретически нет, мы здесь должны, я тут продукт, так, у нас здесь, давайте пока это вот удалим, нам вот это здесь, хотя нужно, смотрите, нам нужно создать непосредственно, то есть не создать, а получить лист, наверное, нет, нам нужно наружу выдать сюда Product Create View Model, давайте это и напишем, Product Create View Model мы будем создавать, а для того, чтобы создать, нам нужно, так, здесь тоже нужно поправить, так, здесь тоже нужно поправить, вот, Create View Model, одну-ка убираем, и здесь у нас, давайте, пока мы так сделаем, здесь нам нужно заполнить этот самый Create View Model, ну, во-первых, да, я вот так вот пишу обычно Product Create View Model, вот такую штуку, и вот этот вот самый, оперейшн, первый ретурн, перед этим заполняю его, или наоборот, здесь нужно получить категорию, и здесь у меня нужно, по идее, написать какой-нибудь реквест, который выберем все категории для моего непосредственно запроса на создание нового файла, категорию, давайте добавим, и, собственно, я не буду поменять, но теоретически здесь можно написать, где, там, какой-нибудь байер, User Pro Name, но я не буду этого делать, имейте ввиду, что это делается здесь, ну, давайте вот там вот сделаю, и посмотрю по-хитрому, Handle, у меня что-то здесь, а, ну да, давайте вот так я сделаю, так будет проще, нету времени разбираться, и, в общем-то, мне вот здесь вот нужно создать этот U Model, и я вот сделал Bar Model, ну, я обычно пишу так вот, result, равно, U Model, и, соответственно, какие-то категории будет, вот таким вот образом, U Model, соответственно, мне можно здесь его вернуть, другое дело, что если у меня здесь не придут категории, я могу сказать, что есть, то есть, если не с чего выбирать эти самые категории, ну, давайте вот так напишем, если вообще ничего нету, тогда Operation добавить новую ошибку, ну, какой-нибудь там, нет, допустим, давайте по-английски у нас не понятно, ни какой категории, поэтому мы говорим Return, и, собственно, не можем добавить в продукт, если у нас нет категории, вот, опять же, один из вариантов того, что, собственно говоря, удобно делать, когда вы делаете дополнительные методы для получения каких-то, для редактирования, когда вы вводите или что-то типа этого. Давайте я еще раз переименую правильно, и теперь смотрим, у нас будет создаваться U Model, в котором будут категории, которые мы будем отдавать наружу, так, и давайте Operation Result. Ну, к вопросу, как именовать, да, то есть у каждого свои предпочтения, у меня просто привычка. Так, ну и теперь мы этот request можем за, в общем, заиспользовать, где профайл, это то, contact endpoint, вот, у нас есть create, смотрите, create и create, давайте это будет create, а это будет get for create, ну, то есть мы будем получать U Model, и, соответственно, вот он он, здесь теперь мне нужно сказать, что я буду возвращать Mediator, send, view, тот самый request, здесь у нас будет context, user, здесь будет запятая, context, и request aborted, это cancellation token, ну и, соответственно, если мы здесь возвращаем product create you model, здесь там нужно писать product create you model, в общем-то, мы теперь можем это выполнить, давайте запустим, давайте развернем, да, for create, и, соответственно, нужно залогиниться, и можно, в общем-то, вызвать этот метод, мы увидим, что у нас есть категории, да, ну и, в общем-то, вот этот вот метод, не считая категория, вернее, этот view model, теоретически можно будет скопировать и вставить его вот сюда, вот в это место, понятное дело, что здесь нам категории не нужны, и их можно отсюда удалить, давайте оставлю сюда какой-нибудь good, вот, и, давайте поставим в порядку, вот у нас create, проверим, что сюда все прилетает, execute, вот он прилетел create you model, здесь категории пришли, но они, опять же, здесь нам не нужны, мы их будем игнорировать, но зато пришел good, ну, в общем, нам нужно сделать метод, который, собственно, мы будем здесь обрабатывать, но, еще раз повторюсь, create you model можно сделать здесь, чтобы выдавался create form или create data for create you model, в общем, думайте сами, я оставлю как есть, как бы это на моей совести, ну, а сюда сейчас давайте сделаем метод, который будет, в общем-то, обрабатывать и создавать уже непосредственно этот продукт, но перед тем, как создавать этот продукт, нам нужно сделать валидацию этого введенных данных. давайте создадим продукт post create request yes и это у нас будет так, давайте уберем лишнее это будет iRequest мы будем здесь получать operation result и продукт и соответственно пусть это будет так же рекорд и на выходе мы будем иметь в конструкторе следующее нам для этого нужен вот здесь вот созданный product create you model соответственно это будет модуль и пусть у нас здесь будет опять же claims identity тот самый user который мы будем проверять на права и все такое теперь мне нужно создать handler я это делаю таким образом класс request handler здесь у меня будет уже request handler непосредственно на вот этот request с вот с этим результатом запекталем и еще раз начнем implement вот теперь все правильно давайте перенесу на новую строчку вот таким вот образом чтобы его видно и понятно и так первое что мне нужно сделать мне соответственно нужно сюда прокинуть unit of work tor unit of work пусть будет просто unit of work сделаем из него свойства ну а здесь все по-простому теоретически у меня нужно сюда прокинуть еще и маппер потому что достаточно сложная структура будет маппиться ну хотя это конечно можно сделать и вручную но в качестве примера давайте прокинем сюда еще и маппер я это делаю вот так вот ой маппер да хочу и это у меня будет вот такое свойство ну первое что мы будем делать это получим репозиторий var repository который мы будем обрабатывать это будет unit of work репозиторий ну в нашем случае это product и далее мы будем делать вставку в репозиторий какой-нибудь сущности и конечно же await конечно же task и это будет entity этот entity нам нужно ну пусть будет var создать его можно создать через маппер замапив его с product нет просто product дальше давайте повыше подъем сюда можно прокинуть cancellation токен теперь мне нужен результат я делал operation result мне нужен product u model на выходе у меня будет return operation в который я по идее должен запихнуть этот result этот нужно взять через map как раз на тот самый product model из этого самого entity вот смотрите теперь мне нужно проделать количество проверок на то что вставка неправильно когда я делаю insert мне нужно здесь обязательно сделать unit work save change это тоже available соответственно у меня результат может завершиться с ошибкой и я должен проверить есть ли unit work last save change result из not ok если что-то было плохо тогда я должен сказать что у меня давайте так сделать var exception равен unit work вот этот самый last result exception если он пустой тогда давайте создадим у меня пошло что-то не так это error здесь как раз будет этот самый operation все здесь мы закончили проверки если мы не смогли сохранить мы выкинули exception в противном случае все отлично значит у нас entity с идентификатором можно маппить и отдавать результат выдать какую-то информацию о том что все зашибись ну и смотрите раз у нас есть такой request я пока не буду с ним ничего делать мы просто сделаем валидатор вот его название ops прошу прощения control c у нас есть вот такой вот валидатор для создания модул я его вот так вот скопирую вот сюда вот так вот напишу что это у меня теперь products здесь напишу product create нет пост называется post request вот такой вот и соответственно это у меня будет упс нет это у меня будет валидатор уже непосредственно не для категории а для про ну а давайте вот так вот копируем вот сюда вставляю apply все отлично и теперь можно здесь проверять здесь мне нужно проверить что ну во-первых мне категории здесь не нужны это опять же вопрос к тому нужно ли вообще их запихивать сюда или сделать два разных юмодала один для выдачи на форму другой другой для прокидывания выборных результатов ну давайте категория ID ноты MT он мне обязательный это должен быть ну давайте пока так name мне обязательное кстати можно вернуться к описанию посмотреть name 528 5 давайте напишем 128 description не более 240 сколько 2048 давайте так и напишем 2048 дальше я копирую правила и говорю что у меня здесь еще есть price ну price наверное может быть и 0 я не знаю имеет ли смысл здесь валидировать ну давайте напишем не знаю наверное ну пусть будет greater than 0 допустим не знаю что еще написать вот и здесь поставим еще у нас есть категория с нам не важно текст вот текст у нас тоже должен быть non-empty вот как-то а так потому что должно быть как минимум один тег то есть одно слово и не содержать пробелов ну наверное наверное можно сделать какой-то кастомный валидатор который будет проверять слова или сплитить их ну хотя можно через пробелы не знаю давайте будем сплитить теги через точку запятой пробелы и запятые например вот это как бы все и соответственно ну можно попробовать сохранить какой-нибудь давайте поставим здесь брейкпоинт итак у нас здесь есть create мы возьмем сейчас данные ну в частности мне нужно проверять какой-нибудь id хотя можно кстати проверять не просто любой будет который придет с нашего юаня например а непосредственно проверять наличь категории в базе данных вот категории мне в данном случае не нужны здесь не нужна вот такая штука здесь будет допустим какой-нибудь 1 description ну не знаю пусть тоже что-нибудь будет не знаю пусть еще такой же 2 вот категория у меня есть price ну давайте поставим 0 а теги ну допустим вот 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 я наделаю давайте нажмем сохранить ну и в общем то у нас здесь появилась информация о том что JSON кривой здесь лишняя запятая надо распознавать ошибки давайте еще раз вот и теперь как бы у меня тут все окей но я сюда даже не попал знаете почему потому что я давайте остановлю не использовал этот request в этих endpoint get вот вот метод да конечно же нет и здесь я так же давайте я прям по-хитрому сделаю control v product post здесь у нас уже должен быть create model , и user так здесь я печатался здесь должен быть не client а client вот и в общем то можно запускать авторайз close product create давайте я сразу не буду копировать вы поняли как работает get for create я здесь вот подставлю то самое control нет не тот вот 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 такой вот идентификатор string и категории я удалю так ну давайте я там так стринг 1 давайте вот так я сделаю мы сейчас это что такое сохраним 1 2 3 4 хорошо прайс пусть будет 0 она по идее должна вводить ошибку давайте назовем продукт номер какой-нибудь 1 ну а здесь наверное давайте тоже что-нибудь напишем продукт description номер 1 ctrl c и теперь я нажимаю execute тут видно что у нас не пришла валидация тот самый модул прайс должен быть больше нуля также напоминает что можно валидацию писать на разных языках я ставлю на английском это валидейшн fluid validation вам нужно посмотреть как это сделать на русском языке или вручную просто написать конкретно или даже все это классифицировать это все возможно ну и если допустим я ставлю здесь прайс какой-нибудь 100 нажимаем сохранить мы пролетели то есть валидация отработала все верно нам сюда пролетел в реквесте нужный viewmodel вот вы его видите все что я заводил есть ну и дальше мы получаем то что мы хотели получить здесь у нас нет маппинга скорее всего это будет ошибка да автомаппер не настроен ну давайте наверное автомаппер уже настроим в следующей серии и заодно обработаем теги давайте все это позакрываем остановим ну наверное на этом нужно мне с вами попрощаться вам все желаю всего хорошего и пишите правильный код и да и и и